Здравствуйте, дорогие друзья! С вами в студии Наталья Гвоздрева. В ТПР прошел Российско-Итальянский агропромышленный форум «Россия-Италия. Развитие через кооперацию в промышленности и сельском хозяйстве». Открывая его, президент Федеральной палаты Сергей Катырин отметил, что сегодня Италия – один из основных экономических партнеров нашей страны. На рост инвестиций в развитие сельскохозпроизводства в России обратил внимание участников и гостей форума руководитель торгово-экономического отдела посольства Итальянской Республики в Российской Федерации Никола Фонтана. Вместе с тем, некоторые потенциальные возможности были упущены из-за взаимных санкций России и Евросоюза. Среди заметных тенденций последних двух лет он назвал возвращение малого и среднего итальянского бизнеса в Россию. По мнению президента Италороссийской торговой палаты Розарио Альсандрелло, доказательством того, что бизнесу не нужны экономические ограничения, служит постоянный поиск возможностей для расширения сотрудничества. Итальянские деловые круги проявляют большой интерес к развитию бизнеса в российских регионах. Я думаю, что ни для кого это секрет, что Италия для России один из самых главных партнеров на европейском рынке. Это касается и наших торгово-экономических связей, объема торговли, это касается и наших реальных политических отношений. Поэтому мы очень рады, что в последнее время, по крайней мере в 2017 году, нам удалось совместными усилиями преодолеть спад во взаимной торговле. И у нас наблюдается в течение этих семи месяцев активный рост. Мы надеемся, что к концу года он будет носить серьезный характер, этот рост, обозначать двузначную цифру. И сегодня мы хотели бы поговорить в том числе и о том, что мы вместе с вами можем сделать для того, чтобы развивать наши отношения дальше. Депутат Государственной Думы Павел Дорохин видит большой потенциал российско-итальянских отношений в межрегиональном сотрудничестве. Мы очень заинтересованы в развитии контактов двухсторонних и наша региональная администрация и губернаторы. Я в данном случае представляю в Государственной Думе Уральский регион, это Тюмень и Курганская области. Я хочу сказать, что Тюменский регион, Тюменская область, она наиболее богата полезными ископаемыми нефтью, газом. Это входит туда и Ханты-Мансийский автономный округ, и Ямало-Ненецкий. Тем не менее, на юге Тюменской области, где агропромышленное по климатическим условиям хозяйства развивается, и, возможно, губернатор Якушев, мы с ним это не раз обсуждали, заинтересован в дальнейшем развитии этой сферы. Мы поэтому приглашаем итальянских партнеров в Тюменскую область, где заинтересованы и, прежде всего, в новых агропромышленных технологиях на этой земле. За развитие международного сотрудничества в аграрной сфере выступает именно Сельхоз России. Об этом в своем выступлении на форуме сказала директор департамента международного сотрудничества Министерства Ольга Гаршина. Понятно, что любая война когда-то закончится миром. Я говорю сейчас про санкции и контрсанкции, но мы идем и шагаем очень активно вперед. Мы в смысле агрария. И у итальянских компаний, и у итальянского бизнеса есть уникальная возможность присоединиться к нашему пути по движению вперед. О том, что может дать итальянским коллегам сотрудничество с Калужской областью, рассказал заместитель губернатора, руководитель представительства правительства регионной правительства России Владимир Потемкин. Действительно, Калужская область на слуху, наверное, сейчас и может быть связана с автомобилями, с фармацевтикой и другими. Но сельское хозяйство в последние годы, надо сказать, является ключевым звеном экономики региона. Я не буду называть цифры, которые выписаны, но пару скажу, что более тысячи организаций сегодня входят в агропромышленный кластер региона. И объем производства сельскохозяйственной продукции в 2016 году составил 658 миллионов долларов. После завершения пленарного заседания форума прошли две сессии. На них обсуждались практические механизмы кооперации и совместной деятельности и ряд других вопросов.